здравствуйте мое одеяло почти готово и мне осталось сделать окантовку для этого я сначала хочу выбрать ткань какую ткань какая тканюшка подойдет он кажется красиво будет можно также яркий до более голубой глубой нет совсем разное синий ничего тоже не хочу такой же не хочу в общем или или наверно горошка достаточно выберу просто желтенький кант так значит чтобы нам выкроить кант нам потребуется измерить наше одеяло первым делом у меня 150 на метр и 4 по моему до метр 4 сантиметра вышла и мне нужно эту длину ширину сложить умножить на 2 и прибавить сантиметров 15-20 на на всякий случай так я уже посчитал мне нужно 530 550 сантиметров вот если здесь длина 150 нет примерно 4 полосы нужно по 6 сантиметров как раз у меня все будет так теперь отрежу кромку и нарежу думаю ткань сложу сейчас нарежу ее по 6 сантиметров шириной как я посчитал мне нужно четыре такие полосы ну вот мои полосочки нарезаны теперь мне нужно соединить все это в одну большую полосу как это сделать беру два хвостика складываю их под прямым углом если у вас есть лицо изнанка то лицо к лицу нужно сделать закалываю и провожу линию строчки вот таким образом вот уголка уголку здесь просто прострочу на машинке обычной прямой строчкой также делаю все остальные кончики обрезаем наш краешек на 6 миллиметров примерно вот у нас что получилось волоса ровненько так теперь нам надо места соединения разутюжить шов или заутюжить в одну сторону и в случае обработать утюгом и дальше смотрите находим край не забываем что это у нас шов должен быть внутри и начинаем заутюживать пополам по всей длине ну вот как готов теперь местом среза прикладываю где-то не с угла главное прикладываю наши окантовочку местом среза наружу и закалываю булавочками начинать шов я буду не с конца то есть хвостик я оставляю чтобы потом соединить примерно вот отсюда начну после булавки так все аккуратненько прикалываю до конца до конца дьявол на удобном вам расстоянии и пристрачиваю свой кант лицом с лица дьявол пристрачиваю кант обычной прямой строчкой примерно у меня отступ 6 миллиметров опускаю иголочку убираю булавку я использую шагающую лапку потому что слоев много мне все-таки нужно аккуратненько все скрепить вот и делаю закрепку буквально пару стежков вперед назад так теперь не доходя до конца строчки 6 миллиметров мы ставим здесь себе точку одинаковую ну как бы вот квадратик сейчас покажу раз два в этой точке мы закончим нашу строчку смотрите есть развернем к себе изделие на 45 градусов и попадем точно в уголочек закончили строчку никаких закрепок ничего не нужно наш к разворачивая на 45 градусов как уголочек так чтобы у нас вот тут ровно было параллельно в смысле линия пошла сплошной да придерживаю рукой и вот так сгибаю уголок опять же возвращаю кант на место и строчить буду начинать точно точно с той же точки тоже 6 миллиметров от одного крыла и другого начинаем от нашей точки вторую сторону точно в эту точку попадаю иголкой делаю закрепочку и продолжаю строчить ну вот мой кант пришит практически весь вот у меня я оставила себе место для работы завершаю смотрите кладу свой кант в каком-то удобном месте посередине и его раскладываю хорошо и соединяю место вот этого стыка мне нужно сохранить значит нижнюю часть кантика состоящая из двух половинок я вот так беру и очень аккуратно соединяю как бы еще показать чтобы вам было видно в общем раскрываю вот так раз сюда иголку вот у меня место моего место встречи до скалываю вот скалываю прям чуть-чуть вот теперь нам нужно закончить точно так же как мы делали соединяли кайму в одну полоску для этого мы вот так его расправим и сделаем прямой угол вот у нас он получается да сейчас не очень удобно вот скалываю булавочкой так и прокладываю линеечкой линию так же как мы с вами делали сейчас не так удобно я понимаю сделать это нужно линию вот место нашей скалывание где она где мы отмечали на ткань да на одеялке до противоположного конца и строчу здесь отрезаю все опять немножко проглажу и пристрачу все готово теперь мне нужно вот так как гладить все это на на изнанку такой будет небольшой кантик если вам нужен шире кант вы хотите да берете шире кайму не 6 сантиметров как я взяла а 12 да в два раза будет больше и строчите точно так же но на отступе от края нужно вам ну допустим вот да на сантиметр тогда у вас будет здесь сантиметр на два сантиметра вот прям вот берете и строчите пристрачиваете кап дальше от края ну вот отгладила на ту сторону да так аккуратненько у меня получается и беру обычную нитку я взяла желтую все и отправляюсь смотреть в кино и тихонечко подошью все по тайным швам все одеялко пара стежков покажу раз спрятала узелок было пару ниточек здесь прихватила ничего видно не должно быть еще пару ниточек не торопясь не торопясь очень тщательно и очень близко к друг дружке вот так получится вот такой кантик ну вот мое детское одеялко готово вот такой получился кантик симпатичный небольшой вот и сегодня я его подарю маленькому мальчику максимки все спасибо вам за просмотр надеюсь видео было полезно подписывайтесь на канал поддерживать лайками прокомментируйте пожалуйста понравилось или нет всего вам доброго увидимся пока